Начальная формула, которая была создана Стигом Стэном, да, то есть его оригинальная формула хранится вот в этой вот прекрасной упаковке. Конечно же, это высококачественное питание, это высокое содержание белка и клетчатки, это нейтральный вкус, о нейтральном вкусе мы с вами чуть-чуть позже поговорим, и это возможность смешивать протеиновый комплекс с едой либо напитками. То есть в отличие от коктейля, протеиновый комплекс, ложечку протеинового комплекса можно легко добавлять в свой ежедневный прием пищи. Да, даже если не всегда у вас есть возможность либо время выпить коктейль, вот этот вот протеиновый комплекс просто обязательно должен быть на полочке у каждой хозяйки, для того, чтобы делать вашу еду не только вкусной, но и полезной в том числе. И как раз-таки основные его особенности – тот самый нейтральный вкус. Вспомните, я говорила про то, что нам все время поступают вопросы, а когда же выйдут другие вкусы наших коктейлей? Так вот, уважаемые партнеры, если вдруг кто-то вам задает такой вопрос, вы можете смело рекомендовать наш протеиновый комплекс. Почему? Ну, во-первых, потому что в протеиновый комплекс можно точно так же готовить, как и обычные наши коктейли, но при этом добавлять в него именно тот, не знаю, может быть, фрукт, который, ягоду какую-то, вкус, который вы хотите. То есть придать вкус протеиновому комплексу вашему коктейлю именно такой, какой вы хотите. Согласитесь, это намного удобнее, если бы, например, у нас линейка состояла из 10 вкусов, и вам бы понравился из них только один. Здесь вы можете творить свой собственный, создавать свой собственный вкус, который вы сами и хотите. Конечно же, опять высокое содержание белка, 7,7 граммов белка, 700, извиняюсь, 700, не дай бог, да, 70 калорий в порции. То есть, опять-таки, низкокалорийный продукт, который будет не только полезен, но также будет следить за вашей фигурой в целом. Это те же самые медленно усваиваемые углеводы, про которые мы с вами говорили чуть-чуть выше. И 1,6 грамм клетчатки на одну порцию, это мы с вами тоже проговорили. Конечно же, на его упаковке тоже есть достаточно большое количество необходимой информации, да, которую вы можете делиться. Но, в принципе, та же самая маркировка, да, что не используется ГМО без красителей, искусственных ароматизаторов. Также полностью халяйсовместимая формула не содержит глютена и абсолютно без сахара. Это очень важно, да. Ну и, конечно же, наш протеиновый комплекс содержит в себе только натуральные ингредиенты. Обратите внимание, что в порции тоже, точнее, в коробочке 21 порция. Вот, если мы говорим про белки, да, то здесь те же самые известные нам белки. Это и горох, и молоко, и яйцо, да, соответственно. Ну и, конечно же, клетчатка. Это яблоки, сахарная свекла и шиповник. В принципе, все то же самое, что и в наших обычных коктейлях. Ну и что, давайте поговорим о том, что же можно приготовить. Здесь в качестве примера у меня миска йогурта для превосходного завтрака. То есть, как вы можете разнообразить свой завтрак при помощи нашего протеинового комплекса, который не имеет вкуса. Да, вы можете делать любую кашу. Вы можете делать йогурты с мюсли. Сейчас очень популярны становятся смеси типа гранолы, да. То есть, когда вы делаете свой полезный завтрак, просто не забывайте добавлять ложечку протеинового комплекса. А еще поделюсь одним секретом, на который лично я использую этот протеиновый комплекс. Я очень люблю баловать своих родных и близких оладушками, зеленью, да, либо блинами. Ну, все-таки мужчины такое любят. И, тем не менее, я стараюсь заменить ровно 50% муки на наш протеиновый комплекс. Благодаря, опять-таки, нейтральному вкусу подмена абсолютно незаметна. А блинчики и оладушки становятся очень-очень полезными. Конечно, часто баловаться этим не стоит, да, но, тем не менее, если вы хотите побаловать своих родных и близких, то вот тот самый продукт, который может сделать вашу еду еще полезнее. Ну, и, конечно же, главные вопросы, которые тоже очень часто задают, и ответы на которые вы можете тоже обязательно увидеть в презентации, которые мы поделимся, это, опять-таки, куда я могу добавить протеиновый комплекс, как и говорили, его можно смешивать с едой, с напитками, это, ну, если есть какая-то, например, пищевая непереносимость, аллергия и так далее, здесь нужно быть крайне аккуратными, потому что у человека, возможно, индивидуальная непереносимость, да, не знаю, возможно, на горох, возможно, на яблоко либо шиповник, да, здесь лучше консультироваться с врачом. В принципе, все, что связано с какими-то, ну, так скажем, отклонениями, да, нездоровыми в организме, все лучше активно, да, консультироваться с врачом. Ну, и то же самое касается беременности и лактации, да, это тоже очень-очень важно. И, конечно же, после каждой презентации продукта должен быть какой-то, не знаю, ключевой слайд, да, где вы можете вынести тот самый информационный минимум, который должен знать абсолютно каждый партнер, потому что, не зная продукта, невозможно его продать, да. И вот тот самый слайд, тот самый информационный минимум, который мы должны абсолютно все знать, и вы тоже можете очень активно делиться со своими партнерами с этим слайдом. То есть, во-первых, что более 8 грамм натурального белка содержится как в коктейлях, так и в протеиновом комплексе, да. Это только натуральные пищевые волокна. Это шиповник, свекла, яблоко. Это три вкуса, великолепных вкуса. Шоколад, клубника, ваниль. Кстати, укажите, пожалуйста, какой ваш вкус самый любимый. Интересно было бы узнать. Это 70 калорий на порцию, ну и, конечно же, это удобство, потому что на самом деле, кроме шейкера и воды, либо молока и самой смеси, вам, в принципе, ничего не нужно. Преимущества для организма тоже обязательно нужно перечислять, да, потому что белок есть абсолютно в каждой клетке нашего организма, как Наташа уже про это подробно рассказала, который влияет и на наши мышцы, и на наш мозг, и на наше сердце в том числе. Ну и, конечно же, та самая маркировка, которую сейчас на самом деле потребители стали очень-очень, так скажем, умными, да, придирчивыми, придирчивыми, и они очень часто спрашивают, какие есть маркировки, поэтому вы должны быть во всеоружии, да. Тем более, что такую информацию мы вам с удовольствием предоставляем. Ну и, пожалуй, следующий, еще один самый вкусный продукт – это наши супы Natural Balance, и здесь тоже можно сказать о том, что в нее содержатся только сбалансированные ингредиенты. Это высококачественное питание, это мало калорий, но много белка, да, тоже очень, так скажем, важно. Они подходят как для перекуса, так и для части основного приема пищи. Тут тоже, партнеры, обращаю ваше внимание, что супы больше тоже используются как перекус. Ни в коем случае нельзя супами полностью заменять ваш обед либо ваш ужин, да. Если, например, на обед, как в садике, помните, да, первое, второе. Если вы хотите в качестве первого места супа обычно, который вы кушаете, заменить его на аспаржу либо томат, да, то без проблем можете это сделать. Но заменять полностью какое-то блюдо, да, отдельное, при этом ничего больше не кушать, ни в коем случае нельзя. Все-таки это больше здоровый перекус. Здоровый и горячий, в отличие от коктейлей, да, которые мы можем делать прохладные супы, у нас все-таки больше горячий перекус. Итак, два отличных вкуса. Я бы даже сказала три вкуса. Почему? Потому что мы всегда можем смешать томат и спаржу вместе. Скажите, пожалуйста, вы так делаете? У нас в Казахстане так делают. И наш суп, такой суп у нас называется махаббат. В переводе с казахского махаббат – это любовь. Поэтому мы скрестили два супа, у них возникла любовь, да, и, соответственно, появился третий, как мы его называем, особый вкус, который нам очень сильно нравится. Это, конечно же, высокое содержание белка, как и говорила, от 7,1-7,3 грамм белка на порцию. Это 69-76 калорий на порцию, но на самом деле это просто, не знаю, минимальный такой набор калорий, да, которые вы можете, в принципе, получить от супа, потому что даже куриный суп из-за своего бульона, да, если туда еще добавить картошку, макароны и так далее, то калораж там будет достаточно такой большой, да. Ну и, конечно же, это то, что эти супы обеспечивают всеми незаменимыми аминокислотами, которые так необходимы нашему организму. Это, конечно же, опять-таки, да, более понятная упаковка, информацию о которой вы можете взять без проблем, даже самой упаковки. Это 21 порция в коробке, это не содержится ГМО, красителей, консервантов, также не содержится глютена, да, то есть если у кого-то есть индивидуальная непереносимость, это тоже будет очень важная информация, это только натуральные ингредиенты. И, как уже рассказывала Светлана, у наших супов есть вот такой вот классный сертификат ВЕГА. Могу сказать, что, возможно, для наших стран, да, стран СНГ, это сертификат еще для многих не совсем понятен, например, особенно в Казахстане, потому что мы вообще любим мясо, да, мы мясоеды и так далее. Но уже в моем кругу достаточно большое количество людей появляется, да, кто именно отказался полностью от мяса, да, и вот этот вот сертификат ВЕГА для них вот прям то, что нужно. Поэтому не пренебрегайте этой информацией, обязательно делитесь, потому что для нас это факт гордости. На самом деле, для того, чтобы получить сертификат ВЕГА, нужно пройти огромное количество проверок, да, как говорила Светлана, во-первых, на сами составляющие продукта, на конечный продукт, да, то есть это очень длительный процесс, и я лично горжусь тем, что у наших супов такой сертификат есть. Ну и, конечно же, это высокое содержание белка и высокое содержание клетчатки. Итак, ну что ж, давайте посмотрим, что нас ждет дальше. А дальше, конечно, мы еще раз обязательно должны проговорить и о том, как правильно готовится суп. Коктейль мы объяснили. Вроде бы ничего сложного, но с супом могут возникнуть проблемы. Очень часто спрашивают, а можно ли его разводить в холодной воде и так далее. Честно, я пробовала разводить суп в холодной воде, не совсем у меня это получилось, поэтому обязательно давайте рекомендацию по поводу того, как правильно разводить суп. В первую очередь нужно налить в миску 220 мл горячей воды, добавить 2 чайные ложки. Здесь тоже очень важно не переборщить, да, так скажем, чтобы не появились комочки любого супа нашего. Хорошо размешать и наслаждаться. Конечно, вы можете добавить от себя все, что угодно. Возможно, кто-то хочет добавить свежие помидоры, кто-то, возможно, хочет добавить шпинат, а некоторые вообще добавляют из черного хлеба сухарики, да, то есть разнообразить можно абсолютно по-разному на ваш вкус. Ну и вот, так скажем, небольшой рецепт супа, спаржевого супа. На самом деле спаржевый суп – один из моих самых любимых. Что нам для этого понадобится? Одна мерная ложка супа со вкусом спаржи, 220 мл воды, два стебля спаржи, порезанные на ломтики. На самом деле сейчас такой сезон, что на рынках наших можно найти все, что угодно. А даже если у вас рынки закрыты, то работают онлайн-магазины, где все это можно заказать. 25 г стручкового гороха, 2 столовые ложки замороженного гороха, да, если есть, и 2 столовые ложки готовой овсянки либо любого другого цельно-зеленового зерна. В общем, такой-то вроде кажется немножко замысловатый рецепт, но на самом деле ничего сложного в этом нет, тем более, что сейчас в магазинах огромное количество замороженных гороха, например, того же самого, да, либо других овощей, которые вы можете без проблем использовать в ваш суп. Обязательно говорите о том, что можно приготовить разные вариации супа, да, делайте на этом особый акцент. Ну и, конечно же, вопросы, самые главные, на которые нам задают, да, так скажем, наши лидеры, которые могут задать вам в том числе, ну, во-первых, могу ли я использовать суп Natural Balance как основное блюдо. Давайте рассуждать. Изначально, как и говорила, супы не были разработаны в качестве замены основного приема пищи. Обязательно говорите, что это полезный перекус. Вот, подходит ли суп диабетикам? Подходит для диабетиков, да, потому что содержание углеводов на порцию составляет 10-12, из которых 4 и 6 являются сахарами, да. Но если вы все-таки добавляете суп в свой рацион, то лучше, конечно, это обсудить с врачом, потому что я, к сожалению, не понаслышке знаю, да, что такое сахарный диабет. По версии стадии его бывают абсолютно разные. И лучше, конечно, каждому человеку обращаться к врачу, потому что вы не можете конкретно знать, на какой стадии вообще как сейчас себя чувствует человек. Поэтому не берите на себя такую ответственность. Обязательно нужно консультироваться с врачом. Ну, и, конечно же, в каждой вашей сессии, когда вы говорите о продукте, должен быть итоговый слайд, да, для того, чтобы вообще, в принципе, понять, а слушали ли вас, а если слушали, то услышали ли вас, да, запомнили ли ту информацию, которую вы дали. Во-первых, это такая маленькая проверка для вас самих, потому что вы можете проверить себя, все ли вы донесли, все ли вы рассказали. То же самое касается и людей, так скажем, напротив вас, да, правильно ли они вас услышали. И сейчас я вам задам таких два вопроса. Первый из них – это сколько наименований продуктов для здорового питания мы предлагаем, и как они называются. Партнеры, у нас есть буквально немножко времени. Пожалуйста, поторопитесь с вашими ответами в чатах. Я вот вижу, да, что спрашиваю, чем отличается суп от коктейля. Как говорила, коктейль – это перекус, ну, возможно, на холодной воде либо молоке, а суп – это все-таки с горячей водой, да. Мы разбавляем. Партнеры, пишите. Иначе я буду думать, что вы меня не слушали. Пишите, сколько наименований продуктов для здорового питания мы знаем. Коктейли, супы плюс протеиновая смесь. Отлично. А, это вы цифры пишите. Все, я вас поняла. Отлично. Ой, ой, сейчас как много цифр вы пишите. 17. Это прям что-то странное. Что вы, интересно, туда насчитали? Так, окей. Ну, давайте считать вместе, да, чтобы вспомнить. Это наши коктейли «Три вкуса». Это наш протеиновый комплекс. И это наши супы. Те, кто дал цифру 6, вы были абсолютно правы. Ну, а, например, второй вопрос. Какие основные выводы из услышанного о коктейле «Натурал баланс» вы бы рассказали потенциальному потребителю? Как вы понимаете, этот вопрос, он больше открытый. Здесь невозможно ответить «да» либо «нет», да, либо просто назвать и поставить цифру. Здесь нужно все-таки обсуждать и рассуждать. Поэтому вы можете разделить буквально на несколько групп свою команду, да, которой вы даете тренинг, и дать им буквально одну-две минуты для того, чтобы каждый, абсолютно каждый высказался по поводу своего мнения. И, возможно, даже где-то вы можете внести свои рекомендации по поводу того, как правильно рекомендовать этот продукт. Ну что ж, партнеры, у меня на этом все. Спасибо вам огромное за внимание. И я с удовольствием передаю слово своей коллеге Нарине Бадалян, тренеру по продукции «Арифлейм Армения», которая поделится с вами Wellness Instrument.